Как ВСУ постепенно выдавливают россиян занятых позиций? Какие успехи? Задействовала ли Украина на поле боя все свои резервы? И сможет ли Россия наступать на Харьков? Об этом поговорим с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко. Наступление. С каким наступлением в военной истории мы вообще можем сравнить нынешнее? Или можно сказать, что ВСУ столкнулись с какими-то уникальными вызовами? И да, и нет. В принципе, мы сейчас можем наблюдать классический вариант, когда проводится наступление в полосе обеспечения, то есть необходимо прорывать полосу обеспечения, которая максимально заминирована. То есть экстремальное присутствие минно-фугасных заграждений, линии обороны, то есть окопы. И все это прикрывается артиллерией. И не только. И при этом еще действует практически в большинстве случаев безнаказанная российская авиация, использующая проектируемые планирующие бомбы. Все это, конечно же, вносит свой негативный элемент в темпы. Но, с другой стороны, и спешить нельзя по одной простой причине. Поскольку спешка – это жертва. Это всегда большее количество потерь. Поэтому наступление, которое проходит, например, в Запорожской области, и не только в Запорожской области, по сути, в Нонецкой области аналогично. В направлении Старомлиновки по речке Мокрые Елы происходят наступательные действия. А кроме этого и в районе Бахмута, по флангам Бахмута и в самом городе также интересные действия проводятся. Но все это не должно проходить в спешке. Поэтому в этом плане достаточно все классические – осторожные действия войск в наиболее опасной зоне. С другой стороны, вносят свои коррективы в довольно-таки серьезное присутствие дроновой опасности. То есть с таким количеством дронов в воздушном пространстве еще ни один конфликт, ни одна война, ни одна локальная какая-то разборка не встречалась. Присутствие также вносит свои коррективы и присутствие большого количества барражирующих боеприпасов, типа «Лансет». Такого, опять-таки, такого количества задействованных барражирующих боеприпасов не знает еще ни один конфликт в современной истории, не говоря уже о прошлом. Поэтому есть определенные классические моменты, а есть, конечно же, и соответствующие, ну, назовем это так, духу времени. Ну, то есть это, насколько я понимаю, классическая такая Вторая мировая война, но только с большим количеством дронов, рэба и прочих штучек из 21 века, из арсенала 21 века. Да, на определенном этапе можно это назвать классической второй, скажем так, классическая окопная война. Только единственное, что не мы занимаем окопы, и противник занимает окопы, и друг с другом ведутся перестрелки. А мы именно находимся в наступлении, и мы зачищаем линии обороны окопы противников. Вообще, по западной, насколько я помню, военной доктрине, они любые наступления начинают только в том случае, если у них есть абсолютное и полное преимущество в воздухе. У нас такого преимущества нет по определению. У нас, дай бог, чтобы мы благодаря ПВО вышли на какой-то приблизительный паритет, да, по количеству использования авиации по линии фронта. Какая у нас наступательная тактика? Как она сейчас выглядит? Да, действительно, у нас проблема с доминированием в воздухе. Россияне этим пользуются. Но, в принципе, у нас этого доминирования не было, например, во время освободительной операции над Северным флотсдармом, когда освобождалась Киевская, Черниговская, Сумская области. Аналогично в Харьковской области у нас не было доминирования в воздухе. Ну и правобережная Херсонщина. К слову сказать, саму несколько тактику освобождения Запорожской области я могу сравнить с правобережной Херсонщиной, поскольку сам процесс освобождения этой локации, он начался, по сути, в мае 2022 года, а завершился освобождением Херсона. То есть это полгода длился данный процесс, неспешно, монотонно, и многие просто даже этого не замечали. И некоторые явления они воспринимали как данность. Ну, Давыдев-Брид, да, форсирование какое-то, закрепление в районе Давыдев-Брид, ну, это как данность. Собственно, аналогично Запорожская область. Сейчас все ожидали Харьковского варианта, но Харьковского варианта не будет. Нужно смотреть на правобережную Херсонщину, как там это все осуществлялось. А потом, когда будет прорыв второй линии обороны и выход на третью линию обороны, то есть целовой, тогда все очень довольно-таки резво посыпется. И действительно, россияне сейчас массово используют авиацию, но, опять-таки, имея этот фактор доминирования, сценарий сам по себе этой освободительной операции, он писался, готовился с учетом того, что у нас, опять-таки, не будет этого какого-либо превосходства или даже паритета в воздухе. В двух словах. Почему можно сейчас сказать всем, кто ожидал Харькова, повторения Балаклея и всего остального, почему можно сказать, что наступление происходит сейчас успешно? Какие есть показатели этого? Во-первых, мы продвигаемся, мы выравниваем фланги, мы поступательно охватываем опорники, мы не ведем лобовые атаки, кстати, опорников, но, например, Работина, это опорник. Задача наша не лобовая атака, а охват, и это успешно сейчас проводится. То есть мы не столько ввязываемся в какие-то бои, условно, там, сельской местности, да, сколько мы выдавливаем из опорников противника. Аналогично Старомлиновка, да и не только там, если посмотреть, что сейчас происходит в районе Бахмута, ну, аналогичная ситуация. Мы охватываем Клещевку. Мы охватываем Клещевку, и мы таким образом не ввязываемся в бой в данном селе, а непосредственно выдавливаем из него противника. Курдюмовка, аналогичный вариант. Другой момент. Май. Рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии и не только. Июнь. Опять-таки рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии, рекорд по количеству уничтоженных российских зенитно-ракетных комплексов. Рекорд по уничтоженным реактивным системам залпового огня, рекорд по уничтоженной спецтехнике за весь период полномасштабного вторжения. То есть, опять-таки, довольно-таки высокие показатели уничтожения российской техники, которые говорят о чем? Говорят об успешной работе именно по этому направлению. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, самый главный момент. Российские оккупанты на сегодняшний день задействуют в полосе обеспечения, о которой мы говорили, резервы. Резервы, которые в основном находились либо на второй линии, преимущественно на второй линии, либо в тылу. А при этом, перетягивая с ряда плацдамов, например, с левобережной Херсонщины, где группа войск Днепр размещается, зона ответственности 49-й общевойсковой армии, перетягивают эти подразделения под Мелитополь, а из-под Мелитополя, который является глубоко тыловым городом, тянут уже к полосе обеспечения, и именно по линии соприкосновения второй линии обороны и полосе обеспечения, которая является первой линией обороны. То есть они задействуют резервы, им не хватает ресурсов, чтобы стабилизировать линию фронта, в то время как мы резервы свои даже не используем, не то чтобы резервы, а основные ударные группы. Сейчас продолжают боевые действия подразделения ограниченного по сути функционала. Пехота преимущественно, если нужно, то пошло. А основные ударные группы, они даже еще не были введены в бои. Ну, насколько я понимаю, два, две ремарки. Первый вопрос, насколько сейчас уже задействованы рашистами их стратегические резервы на юге Украины. Я помню, там было несколько армий, да, там типа 58-я, по-моему, или 82-я, 82-я, по-моему, армия, да? Вот это 40-я. 58-я, 58-я. Фактически, да. Они используют резервы в районе Старом Глиновке, это направление речки Мокрой Елой, это район Работино. По сути, вся вторая линия, она уже задействована в первой линии. То есть ресурс второй линии, он сконцентрирован на удержании полосы обеспечения. При этом, тут еще вот какой интересный момент. Резерв, вот этот резерв второй линии, как таковой, он находится под огневым воздействием со стороны сил обороны Украины. Например, 50-й артиллерийский полк российских оккупантов, это, по сути, вторая линия обороны, и он постоянно находится под огневым воздействием со стороны украинской артиллерии. Регулярно, ну это, например, в районе такого населенного пункта, тут очень показательно, это населенный пункт Харькова есть, они недалеко, к югу от Работино, довольно-таки серьезно к югу от Работино. Это глубокая вторая линия обороны. И там уничтожаются российские реактивные системы залпового огня регулярно. От 50-го артполка. И не только реактивные, но и ствольная артиллерия тоже. То есть мы достаем вторую линию и постоянно ее долгать. То есть есть этот резерв в полосе обеспечения или нет, это уже не так даже и важно. Мы занимаемся нейтрализацией, я бы даже сказал так, обескровливанием резерва, который даже сохранился на второй линии. Не знаю, поставим мы этот вопрос или нет, но хочу все-таки задать его. Видел несколько комментариев о том, что вот смотрите, комментариев с той стороны о том, что вот смотрите, бригады, которые Украина анонсировала как бригады прорыва, там даже бригада Носгвардии Карадаг, несколько других бригад ЗСУ. Вот они сейчас, там появляются видео, они воюют на линии фронта. В то же время мы говорим, что наши основные резервы не задействованы. Как одно совмещается с другим? Просто определенные подразделения задействованы. Ну, то есть на рационные основные, насколько это такое? Как бы так даже, да, называть, можно назвать, конечно же, прорыв, да, прорывом то или иное подразделение, которое состоится для прорыва. Но комплектация, ну, это может звучать пафосно, но является ли он для прорыва основной линии обороны, или же он является для прорыва той же самой полосы обеспечения? То есть у каждого свой функционал. Я приведу другой пример. Мы все прекрасно знаем о том, что на вооружении ряда наших подразделений находится такой замечательный ББМ, как страйкер. Все об этом знают, да, комплектовались полноценно подразделения. Возникает следующий вопрос. А где-то вообще в зоне боевых действий их видели? Хотя бы раз задействовали. Брэдли видели, да, Брэдли, само собой. Леопарды видели, конечно же, куда без них. А вот страйкеры и челленджеры в деле мы видели? На передовой линии, прорывающие вот это все. Ну, вот, в принципе, и ответ. У каждого свой функционал, и каждый будет задействован тогда, когда нужно. Мы в некоторых местах практически уже вышли на вторую линию обороны, которая основная. Да, вот эти вот знаменитые царь-трамшеи и прочие сумрачные результаты русского военного гения. А что дальше? Дальше линия, дальше третья линия обороны, тыловая линия. Дальше тыл. Первую линию, насколько я понимаю, первую линию, которая линия обеспечения, полоса обеспечения, мы проходим сейчас очень и очень тяжело, потому что она наполнена засыпанными минами и растыкнутыми. Вторая линия аналогично будет сложна из-за минного заграждения, но их там будет меньше. В основном все насыщение по первой линии. Если, конечно, неблагодарное дело что-то прогнозировать, но если происходит прорыв второй линии обороны, основной линии обороны, то тыловая линия начинает сцепиться намного быстрее. Она не приспособлена для сдерживания противника. В таких условиях нужно будет очень грамотно, быстро произвести перегруппировку и занять наиболее выгодные позиции, но в условиях отступающей той массы, которая есть у россиян сейчас на юге. То есть это группа войск Днепр, группа войск Восток, численно где-то 150 тысяч личного состава. Вот эту всю массу как-то перегруппировать очень быстро организованно при довольно-таки ограниченной логистике, а логистика у них весьма там ограничена, практически невозможно. Поэтому, когда произойдет прорыв второй линии обороны, начнется то, что можно назвать вообще каскадным обрушением. Обороны, они посыпятся и вынуждены будут только в одном направлении перегруппироваться, на Крым. Можно ли сказать, что прорыв второй основной линии обороны будет для нас таким же сложным, как был проход полосы обеспечения? Ничего на войне не бывает легче, проще, все сложно. Поэтому да, это будет тоже довольно-таки проблематичный процесс. Связан он с тем, что если в полосе обеспечения это в основном мины, наши проблемы и окопы, то во второй линии обороны, помимо окопов, это будет концентрация техники. ББМ, танки, бронетранспортеры, артиллерии и так далее и тому подобное. Поскольку именно на второй линии обороны основная часть техники как раз и концентрируется. Особенно артиллерийские дивизионы. Но в целом, конечно же, тогда и возрастет количество уничтожаемой техники. Ведь эта вторая линия будет еще доступнее для нас, для огневого воздействия. Насколько я понимаю, по той номенклатуре вооружения, которая нам передавалась, к прорыву фортифицированной линии обороны с блиндажами, с капонирами, выкопанными и забетонированными для тяжелой техники, мы готовы больше, чем к прохождению настолько заминированных полей. Даже просто по количеству, например, управляемых ракет, которые способны пробивать бетон, антикопонирное какое-то вооружение. Установок разминирования нам было передано не так много, как нужно было. Да, это правда. Да, это правда. У нас с инженерными средствами разминирования действительно дефицит. Нам не хватает установок разминирования, как советского образца УР-77, например, так и западного образца, это, например, М-58 Миклик. Это и не хватает соответствующей инженерной техники, не хватает даже банально тралов, противоминных тралов для танков и бронетехники. То есть, да, к сожалению, проблема с этим есть и проблематика еще заключается в том, что когда не имеешь соответствующих средств для разминирования автоматизированных, то приходится это делать вручную. Поскольку использование минных искателей, да, минных искателей выдает позицию противнику, то есть фиксируется сразу место размещения подразделения, где происходит процесс разминирования, и поэтому приходится все это делать буквально вручную. И когда говорят, что буквально там на пузе проползаешь, ну так действительно и есть. Многие участки нашим подразделениям приходится буквально проползать по-пластунски, попутно и разминировая вот эту дорожку, по которой они проходят. Вы упомянули о проблемах с логистикой, которая, по-моему, у российской армии была всегда в течение всех этих полутора лет, в той или иной степени, в том или ином виде, но тем не менее, как фактор она была всегда. Сейчас в очередной раз подорван Крымский мост, в связи с чем все отдыхающие в Крым и из Крыма движутся по оккупированным территориям, то есть движутся по тем же дорогам, по которым, по идее, движутся и боеприпасы, и техника, и подкрепление, и живая сила противника. Можно ли сказать, что мост был взорван именно сейчас для того, чтобы осложнить логистику с помощью, ну, вот этих вот хотя бы тысяч отдыхающих, которые будут ехать по этим же дорогам? И действительно ли это так? У меня, скажем так, свое мнение на этот счет. Во-первых, основная часть логистики, материально-техническое обеспечение, оккупационных поисков осуществляется железной дорогой. Автомобильная компонента, она не настолько объемлющая и превалирующая. И сейчас они полностью перенастроились на железную дорогу. То есть то, что там сейчас заторы, то, что там реверсный формат перевозки автомобильного транспорта, гражданского и прочее, они просто компенсировали железной дорогой. Да, она тоже неполноценно работает, да, она тоже в реверсном формате, но она позволяет перевозить больше грузов и не только сил и средств. При этом они даже вполне пожертвовали гражданской составляющей по железной дороге и даже коммерческой компонентой. Для них все-таки милитарная важнее. Поэтому подобный инцидент, он создал временные трудности. Но эти все трудности, они так или иначе решают. Главное то, что этот инцидент стал возможным. Это очередная плюка системе безопасности всей российской. И то, что второй уже по счету не исключает и третий, а там где третий, там и четвертый. Собственно, там где третий и четвертый, то возможно в результате какого-то из них будет осуществлено уже и повреждение железнодорожной ветки. Единственное, которое есть рабочее. А если это произойдет, вот тогда, конечно же, российскую группу войск оккупационных полностью укроет медный таз. Вот это да. Логистика тогда будет полностью прекращена, как таковая эффективная, останется только неэффективная. Ну, например, большими десантными кораблями или паровыми это все перевозить. А это куда менее эффективно, чем железная дорога и совсем другие объемы груза и так далее. То есть это логистический ад начнется. Дефицит всего в зоне активных боевых действий. Но, конечно же, нужно этого момента, что называется, немного подождать. Читый человеческий вопрос. Вы можете понять россиян, которые сейчас валят в Крым? Нет, не могу абсолютно. Вот как это можно объяснить? Лемминги? Что это? Ну, это байбизм. Ну, да, лемминги. Вот так оно и есть. Ну, как это можно еще? Ну, там семья вот эта ехала, которая по Крымскому мосту, как раз когда этот инцидент случился, и погибли. Ну, оставалось только поскорбеть. Ну, вообще нифига не екнуло. Абсолютно. Наоборот, ну, к чему стремились, на то и напоролись. Вообще, что вы забыли, спрашивается на временно оккупированной территории, да еще и в зоне активных боевых действий. Ну, с учетом того, что это была семья, какие они идеалы исповедовали, прекрасно понятно, что там просто мозгов не было. Была только вата в голове. Ну, такие последствия. Ребенок-сирота, если ребенок вообще не выжил. Ну, я скажу, не, кажется, сирота выжил. Сирота помню, да. Ну, в любом случае, вообще не екнуло. Абсолютно. А о поставках нам вооружения. Атакамс. Опять пошла волна вундервафф и атакамс. Дайте нам атакамс, как можно быстрее дайте нам атакамс. Так ли они нам нужны, когда у нас есть Storm Shadow, да? И сможет ли атакамс, если нам его передадут, кардинально прям поменять на ход боевых действий? Ну, кардинально они не поменяют ход боевых действий. А то, что они нужны, да, нам нужно все. Нам нужно все, что ездит, стреляет, летает, бомбит, взрывает. Все абсолютно. Ну, и разминирует еще, кстати. Нам нужны все средства поражения, поэтому атакамс абсолютно не будут лишними. А кассетный боеприпас? Аналогично. Он может кардинально повлиять на то, как идут боевые действия? Да, ни один тип, вид вооружений не может по отдельности кардинально влиять на ход боевых действий. За исключением, конечно, тактического ядерного оружия. Все влияет в комплексе. Каждое средство поражения влияет в комплексе задействования других средств. Поэтому оно только лишь дополнит наши огневые возможности, тем самым повышая эффективность уничтожения живой силы и техники противника. Насколько я понимаю, речь о кассетных боеприпасах зашла тогда, когда в ходе нашего наступления и мы, наши западные союзники, поняли, что по количеству снарядов обычных, 155-го калибра, осколочно-фугасных, не выгребает никто. Да, тогда появилась идея о кассетных боеприпасах. Правда ли? Скажем так, возможно, но это уже было давно известно о том, что мы по количеству выстрелов в сутки уступаем российской артиллерии. Это еще с 1922 года было понятным. Но в США сделали соответствующие выводы из опыта, приобретенного нами, и то, как мы показали, что мы можем высокоточно и безопасно использовать артиллерию, все средства поражения. Ну и, соответственно, исходя из этого, были сделаны соответствующие выводы. Группировка на Харьковском направлении. Вот это вот незаметная полишинель, да, рояль в кустах в виде 100 тысяч солдат, 900 танков и прочее. Насколько эта группировка боеспособна, подготовлена, укомплектована и на каком участке фронта они могут ударить? На какой протяженности? Какая там плотность? Я скажу так, они уже захлебнулись в своей попытке наступления, поскольку они недостаточно боеспособны. 100 тысяч это звучит так, конечно, грозно и так далее, но просто нужно вникать в детали. 100 тысяч это более 130 батальонно-тактических групп. Если считать батальонно-тактическим группом, но в районе Угледара наступление 3-4 БТГР ввели по фронту 1 километр. Сейчас им следует ввести наступательные действия по фронту более 100 километров. То есть в среднем это где-то 1 БТГР на километр. Вытягивает? Нет, не выкинет, потому что там еще и обустроены наши линии обороны, которые формировались с 2022 года. То есть они упираются в плотные линии обороны, в силу обороны Украины. Ну и 900 танков. 130 батальонно-тактических групп это более 1300 танков. Даже если там есть 900, ну конечно я не спорю с нашими генералами, но у меня есть вопросы к этой цифре. Мое личное мнение, что там несколько меньше танков, существенно меньше. Но в целом 900 танков это никак не более 1300. То есть уже идет недостача на 400 основных боевых машин. И вот она комплектация. Она отсутствует штатная комплектация, но при этом там у них самая лучшая штатная комплектация, чем и всей остальной части боевых действий зоны. Цель отвлечь или таки реально прорвать и выйти опять на Харьков? На сегодняшний день все сведено именно к имитации наступления и отвлекающему маневру. Надежды там прорваться на Харьков у них никакой нет. У них даже и возможности выйти на левый берег Оскола по лиману Купянской оси попросту нет. 900 танков звучит на самом деле реально солидно. На 100 километров это 9 танков на километр. Это практически танк каждые 100 метров, если их расставить на эти 100 километров. Насколько это реальная сила, если нам чем их выбивать на том направлении? Нам есть чем их выбивать. У нас же там тоже есть, во-первых, минные поля, подготовленные линии обороны. Ну, а во-вторых, ну мне уже... Да-да-да, вот просто заканчивайте, мы уже закончим. Да, безусловно, есть чем выбивать. Во-первых, у нас там минные поля, а во-вторых, ну не все они будут по километру расставлены. Кто-то должен оставаться в резерве, кто-то должен прикрывать задницу. Российская армия должна сосредотачивать свои силы и подключать резервы не для очередного похода на наши города, такие как Балаклея, Харьков или Изюм, а для того, чтобы отвоевать матушку России у Путина и его пособников. А в Украине рашистов ждет только черный пакет и то, если повезет. Везет.